Метвическая горилла, назовите, пожалуйста, пять философских работ, которые вам кажутся наиболее интересными. Интересно. Интересный вопрос. Смотря с какими целями мы собираемся использовать эти работы и для чего они нам нужны, я бы назвал несколько разноплановых работ как по стилю, так и вообще по манере, по направлению, даже по культурам каким-то, по культурным различиям. Один из первых текстов, которые я бы выделил, это, наверное, Лао Цзи. Текст Лао Цзи. Ну, ладно, давайте вместе. Это будет там парочка. Это даосские тексты, Джуан Цзи и Лао Цзи вместе. Пусть один будет текст. Одну книжку вы возьмете издательство «Мысл». Мысль. Вот мысль, да, вроде мысль. И там вот есть собрание про Джуан Цзи. А, нет, оно не вместе. Простите, ладно, я чушь несу, оно раздельно тоже. Читайте вот эти вот два текста. Это основные тексты для китайской философии, очень важные. Для индийской философии очень важен текст, наверное, «Йога Сутра», написанный автором Патанджали. Там заложены основы будущей йоги, а йога станет фундаментом для грядущей философии, индийской в том числе. Очень мощный проект, который начинает все вот в этой самой Индии. Хороший текст, но он не философский скорее, но очень важный. Из греческой философии, чтобы перечислить, это, наверное, все-таки «Секст Эмпирик». И все его группы текстов связаны с критикой ученых, перроновыми положениями и так далее. Так, три. Три группы текстов. Прям даже один текст не могу выделить, но это группы текстов. Философия нового времени. Что же у нас в новом времени было такого невероятного, важного и очень интересного? Из пяти книг, из пяти книг, из пяти книг. Наверное, критика чистого разума Канта. Но тут понимаете, в чем проблема? Критика чистого разума Канта во многом основывается на Юме. Опять же, Юм. Кант, прочитав Юма, был осенен вот этими идеями, которые Юм изобразил. Поэтому я, наверное, наравне поставлю Юма и Канта. Сейчас я вам текст скажу, как называется. Я все-таки очень слабо в Юме. Трактат о человеческой природе или попытка применить основанный на опыте метод рассуждения к моральным предметам? Ну, например, вот текст Юма. Текст Юма, этот рекомендую прочитать. Так, Юм и Кант одновременно, они приблизительно плюс-минус об одном и том же, только Юм англичанин. И у него, соответственно, уклон в эмпиризм значительный. Такой большой уклон в эмпиризм. Но ввиду того, что англичане тогда эмпиризмом очень сильно много занимались. С другой стороны, Кант, он немец. Немцы очень любят идеалистические всякие штуки. И Кант прежде всего разбирал не эмпиризм как таковое, хотя там эмпирические основания тоже есть. Он разбирал метафизику. Он пытался узнать, а возможно ли правильные суждения с помощью чистого разума метафизические. Например, те же суждения. Возможно ли эти суждения непосредственно в метафизике. Прекрасные, замечательные. То есть они, в принципе, с Юмом, может быть, в одном предметном поле обитают. И поэтому я бы их объединил ввиду этого, как по интересу. Трудно выделить, кто из них даже внес в больший вклад. Потому что каждый в своей области очень много проработал. И последний, пятый текст. Последний, пятый текст. Последний, пятый текст. Куда бы мы его? В средние века, наверное, не хочу заглянуть. В современность. В современность что у нас? Ну, с таких очень основательных. Я даже не знаю. Так, современность мы, видимо, минуем. Современность, к сожалению, мы прошли мимо. Ницше. 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 Ницше сделал колоссальный переворот философии. Правда, читать его за Ратустру я бы не советовал в первую очередь. Но это художественное произведение. Я бы его не вывел вперед. Воля к власти. Это, по сути, фундаментальнейший проект около ницшанской философии. Который собран его сестрой, конечно же. Но это самый систематически изложенный текст Ницше вообще, в принципе. Воля к власти Ницше, возможно, она. Но эту волю к власти нужно читать в контексте всех прочих произведений Ницше. Включая человеческое, слишком человеческое, заградью добра и зла вроде как-то там называется. В общем, в контексте всех его текстов, вот этих вот «Веселая наука», в контексте всего этого, нужно читать волю к власти. Только таким образом. На воле к власти изложено так или иначе все, что можно назвать той или иной системой. Иотас пишет, Ницше один из немногих авторов, которые у меня есть в бумажном виде. Ну, Ницше просто получается, вот не знаю, то ли по своей воле, то ли не по своей, он совершил некоторый переворот в философии. Также вместе с Ницше я рекомендую считать единственной его собственность Макса Штернера. Там тоже своеобразный переворот, только уже в рамках гегельянства. Младый гегельянство там или как-то там это называется, уже тоже не помню. Но Штернер, он во многом предшественник Ницше, по многим идеям получается. Предшественник не последователь, а предшественник протонишанец даже, так скажем. Поэтому их читать вместе. Ну, потом уже дочитывать Шопенгауэра вместе к Ницше тоже можно. Ну, почему-то получилось так, что переворот именно совершил Ницше. И многие потом ссылаются, в общем-то, философы 20 века ссылаются на Ницше. Ну, как-то так, я думаю, как-то так. Потом по порядку я бы перечислил Кортезия, Бекона, их тексты. И там уже тоже посложнее дальше может быть. Ну, это, понимаете, это значимость, это хит-парады, это топы, это такое себе. Причем сходу на них так отвечать, не особо подумав, ну, вот так пока получилось. Спасибо. Продолжение следует...